Привет, детишки. Сегодня я покажу вам несколько советов по ношению костюма. Знаешь, в какой-то момент вашей жизни вам понадобится надеть костюм, будь то на собеседование при приеме на работу или на свадьбу. Так что эта информация будет полезной для вас. Первый, у меня есть для тебя шутка про папу. Так ты слышал о парне, который скачал всю Википедию целиком? Его арестовали, но потом он сказал, подожди, я могу все объяснить. В любом случае, давай начнем. Итак, во-первых, давай поговорим о куртке. Итак, первое, что тебе нужно сделать, это осознать, что на куртке обычно две пуговицы, хорошо? Ты никогда не захочешь застегивать обе эти пуговицы. Тебе нужно, чтобы пиджак был либо расстегнут вот так, либо застегнуть верхнюю пуговицу. Никогда не застегивай обе эти пуговицы, хорошо? А теперь перейдем к манжете. Вот эта манжета должна быть длиной примерно в полдюйма. От этого все просто лопается. Ты не хочешь носить ее там, где манжета не видна, и не хочешь носить ее там, где манжеты слишком много. Показываю. Всего лишь чуть-чуть, чуть тоньше, чем на полдюйма или около того, чтобы все как бы сошлось воедино и все выскочило. А теперь, что касается твоих штанов, я покажу тебе, как это выглядит. Я покажу тебе это крупным планом, как ты хочешь, чтобы твои штаны как бы прилегали к твоим ботинкам. Ты же не хочешь, чтобы они были слишком объемными и чтобы не было приливов, но что-то среднее, вот где ты хочешь быть. Все в порядке, видишь это? По сути, именно так ты и хочешь, чтобы твои штаны сидели. Ты же не хочешь, чтобы они сбивались в кучу, и потом ты же не хочешь, чтобы они были вот так прямо там, где они в самом разгаре. В какой-то момент на это можно было бы обратить внимание. Но опять же, ты хочешь придерживаться чего-то, что будет работать для тебя в течение нескольких раз, а потом ты можешь отказаться от этого. Но по сути именно так ты и хочешь, чтобы обувь выглядела. Ладно, что касается покупки костюма, то лично я бы выбрал такой, который можно надеть на несколько мероприятий, например черный, темно-синий, темно-серый. А что касается обуви, то опять же я бы выбрал черный, потому что он сочетается с чем угодно. А потом, если ты хочешь убедиться, что у тебя есть черный пояс, который подходит и к твоим черным ботинкам, не так ли? И тогда ты можешь отталкиваться от этого в своём гардеробе, но я бы начал с этого, Потому что ты не хочешь покупать кричащий костюм, в котором можно ходить только в одно событие, верно? Ты хочешь приобрести что-то, что можно использовать на нескольких мероприятиях, а потом, знаешь, по мере расширения своего гардероба, ты сможешь выбирать разные варианты. Но я бы остановился на чем-то, что подойдет для нескольких мероприятий. Так вот, если тебе нужно ехать на мероприятия, то лучше не надевать куртку в машине. Обязательно сними это, хорошо? А потом либо повесь в машине. Во многих машинах есть крючки, на которые ты можешь повесить это. Но если у тебя по какой-то причине их нет, просто возьми это и повесь очень красиво, вот так. А потом просто положи его на заднее сидение, потому что в любом случае водить машину в костюме или пиджаке немного затруднительно. А потом, когда ты приедешь на мероприятие, просто достань его с заднего сидения и надень обратно. Не так ли? Так вот, это поможет тебе выглядеть хорошо, потому что если ты этого не сделаешь, то в конечном итоге у тебя на костюме появятся морщины, которых ты не хочешь, если хочешь постараться избежать, если это вообще возможно. Так вот, эти простые советы помогут тебе выглядеть наилучшим образом. Я надеюсь, что это было полезно для тебя. Спасибо, что посмотрел, и да благословит тебя Бог.